Приветствую, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Говорим про улучшение качества жизни и сегодня поговорим, как справиться со страхом. Потому что страхи, панические атаки, различные такие вещи, они часто вызывают такое состояние, когда не действуешь, начинаешь как-то залипать, то есть не делаешь те вещи, которые необходимы, возникает прокрастинация и так далее. То есть, по сути, страх парализует состояние человека и действуешь неосознанно, то есть начинаешь делать те вещи, которые не хотел бы делать, или наоборот, не делаешь то, что нужно делать. То есть, по сути, появляется такое состояние, как безволие и апатия. И вот чтобы справиться со страхом, важно понять, откуда этот страх вообще возник, то есть откуда идут вот эти вот мотивы страха. Обычно это происходит, когда у человека есть какой-то негативный заряд в прошлом, и этот заряд влияет на человека в настоящем времени. То есть, он активируется, и человек начинает чувствовать страх, какую-то апатию, чувство вины, ему хочется как-то все это бросить, прекратить и, соответственно, не заниматься теми вещами, которыми он занимался. Ну и тут уже каждый сам выбирает, насколько он может продолжить. Потому что у кого-то получается справиться со страхом, а у кого-то нет. Кто-то продолжает заниматься своим любимым делом, а кто-то бросает все на полпути и перестает это делать. То есть, получается, возникает состояние апатии, состояние какой-то тоски, и, соответственно, в этом состоянии действовать уже осознанно довольно сложно. Поэтому способ, какой я предлагаю, найти причину, откуда этот страх возник, и уладить ее. Потому что обычно человек не знает, откуда этот страх. То есть, он чувствует, возможно, какое-то воздействие, что-то на него влияет. Какие-то, ну не знаю, или в настоящем времени чувствует воздействие, или наоборот, из прошлого что-то влияет на него. Вот, и тогда человек начинает, ну, скажем так, прекращать свою деятельность, да, и делает то, что, ну, скажем так, мог бы под воздействием страха не делать, да. То есть, может совершать какие-то ошибки, да, то есть, попадать в какие-то неприятные ситуации. То есть, все, всему причиной, по сути, это подавление, да. Что такое подавление, да, то есть, это влияние какого-то негатива, да. То есть, могут быть, например, антисоциальные люди вокруг человека. То есть, они влияют на него, подавляют, и он испытывает ощущение страха, да. Второй момент может быть, то, что я говорил, то есть, рестимуляция какая-то из прошлого, да. То есть, человек в настоящем напоминает кого-то в прошлом, и появляется вот это ощущение страха. То есть, человек начинает бояться, чувствует какую-то вину, что на него воздействует, ну, и манипулирует его. То есть, это тоже можно уладить, соответственно, каким образом, да. То есть, мы возвращаемся в прошлое и находим те моменты, когда человеку причинялась какая-то боль, негативные эмоции, когда его подавляли, да, возможно, было какое-то физическое или эмоциональное насилие. Вот эти моменты мы проходим, да, то есть, и убираем оттуда негативный заряд. То есть, это называется процессинг или аудитинг, да. То есть, мы смотрим, откуда у человека вообще все это взялось, и прорабатываем это. То есть, проработка заключается в перепроживании случая и восприятии, как есть. Да, то есть, восприятие, как есть, имеется в виду, это принятие того, что произошло. Вот, если принятие наступило, то у человека появляется больше позитивных эмоций, у него появляется ощущение радости, счастья, то есть, он начинает действовать более осознанно и корректно в отношении себя и других людей. Вот, таким образом происходит переосознавание, переосмысление и трансформация осознанности человека. Вот, то есть, это мы делаем онлайн, то есть, сначала мы договариваемся, да, то есть, я провожу консультацию, то есть, рассказываю вообще, в принципе, как это можно исправить. То есть, и это видео, это первый посыл к этому, да, к тому, чтобы соприкоснуться со своим зарядом и понять, откуда он возник. Вот, то есть, моя цель, как бы, создания Академии Счастья, это помощь в том, чтобы исцелять негативные заряды, которые накопились у человека в прошлом, да, которые влияют на него в настоящем, ну, и могут влиять, конечно, и в будущем, если их не исправить. Вот, поэтому цель, это проработка этого негативного заряда, исправления и трансформация человека, да, то есть, трансформация сознания, чтобы сознание человека было чистым, осознанным, чтобы каждый мог действовать в облада для себя и для других людей. То есть, вот таким образом происходит вот эта вот проработка. То есть, я помогаю соприкоснуться с собой, соприкоснуться с теми вещами, которые находятся внутри вас и уладить это. Вот, то есть, все это можно сделать онлайн, то есть, поэтому у меня написано даже исцеление онлайн, да, то есть, мы это можем сделать по вайберу, скайпу, телефону, любому удобным способом. Самое главное, чтобы мы могли хорошо слышать друг друга, да, то есть, можно с видео, можно без. То есть, вот, таким образом это происходит. То есть, я территориально нахожусь в Украине, в Одессе, вот, поэтому, кто находится тоже в моем родном городе, можно встретиться лично, пообщаться. Вот, а так, мои контакты будут указаны под этим видео, и можно позвонить мне, написать, добавиться в друзья, написать ваш вопрос, комментарий, и я, как по возможности, как можно быстрее отвечу на него. Вот, также, конечно, сейчас сделаем небольшую практику, чтобы вы посмотрели на своем примере, как это происходит. Да, сядьте в удобном месте для вас, закройте глаза, создайте пространство сессии. Ощутите себя в этом пространстве, свое тело, почувствуйте это пространство, и посмотрите, есть ли там какие-то страхи, что-то, что влияет на вас, какая-то подавленность, возможно. Вот, и посмотрите, откуда это проистекает, то есть, возможно, всплывут какие-то случаи, откуда это все идет. Вот, и когда такой случай всплыл, то просто вернитесь вниманием в этот случай и перепроживите его. Сделайте такой перепросмотр. Вот, один, два, три раза, сколько необходимо. Вот, когда вы почувствуете, что заряд ушел, то есть, почувствуете облегчение, на этом можно закончить с этим случаем. Если заряд не уходит, продолжите проходить через этот случай еще несколько раз. То есть, цель – это освобождение от заряда. И второй момент, если это, ну, не проходит после, там, трех, пяти, там, десяти прохождений, да, посмотрите, может быть, есть более ранний подобный случай, где у вас был страх. Вот, то есть, цель – это найти самое раннее, то есть, причину, откуда это все пошло, как самый ранний, основной случай на этой цепочке. И когда, тогда мы его перепроживаем, проходим, и появляется состояние исцеления. Вот, таким образом это работает. То есть, это я кратко, вот, ну, как бы, скажем так, буквально за минуту показал вам это. Конечно, в сессии это происходит гораздо, ну, скажем так, глубже, и я провожу, то есть, сначала мы находим, с чем работать, да, то есть, мы находим, ну, скажем так, причины, да, то есть, берем тему, находим причины, откуда это все пошло, и углубляемся все глубже и глубже. То есть, мы можем выходить на опыт раннего детства, пренатальный опыт, опыт до рождения, прошлых жизней, то есть, кармические какие-то завязки, то есть, все это прорабатывается. То есть, цель – это максимально проработать то, что у человека влияет на него. То есть, по сути, это не просто техника, это технология улучшения жизни, то есть, технология проработки заряда, и это путь духовного роста. То есть, тут, ну, это не просто так, мы сделали сессию, исцелили и все, то есть, тут цель – это проработать все, что у вас накопилось, и убрать этот негативный заряд. То есть, убрать его максимально быстро, максимально эффективно. Поэтому, если вам это интересно, вы хотите избавиться от страха, от заряда, то напишите мне в личные сообщения, лучше всего в Вайбере, и мы сделаем бесплатную консультацию, я отвечу на вопросы, и потом сможем двигаться дальше, то есть, улучшать состояние. Вот таким вот образом. Также я провожу обучение, курс «Преодоление подъемов и спадов в жизни», который помогает справиться с подавленностью, да, и правильно, скажем так, контактировать с людьми, распознавать социальных, антисоциальных людей и, соответственно, общаться с социальными. Курс «Достоинство целостности личности», который помогает, ну, скажем, восстановить целостность и стать осознанным счастливым человеком, то есть, убрать из жизни проступки, утаивания, то, что разрушает вашу целостность. Вот также есть и обучение аудитингу, да, процессингу, то есть, все это возможно, поэтому самое главное, если вы хотите обучиться, напишите мне, вот, в личные сообщения, контакты будут указаны под этим видео. Также добавляйтесь в друзья, если видео понравилось, ставьте отметку «Нравится», подписывайтесь на мой канал, если его еще не подписчик, включите колокольчик, как напоминание новых видео, которые выходят, по сути, ежедневно. Вот, ну и, конечно же, пишите ваши комментарии, вопросы, то есть, или под этим видео, или в соцсети, в Вайбере, то есть, где вам удобней. Вот, есть чаты сообщества «Академия счастья» в Телеграме, в Вайбере, то есть, я могу вас туда добавить, и, соответственно, там больше общения, больше коммуникации, вот таким образом это все происходит. Вот, сейчас на экране у вас еще появится парочка видео, тоже можете их посмотреть, это о том, как изменить судьбу, практика процессинга счастья, подписка на мой канал и сайт, то есть, тоже заходите, там есть дополнительная информация, вы можете почитать статьи о том, как, что такое процессинг, что такое аудитинг, о том, как можно улучшать свое качество жизни, вот, ну и задать свои вопросы, написать комментарии, то есть, все это возможно, и я буду рад общению, то есть, я открыт к общению, поэтому я вам желаю счастья, гармонии, осознанности, и на сегодня будем заканчивать. Напомню, меня зовут Шевченко Александр, это канал «Академия счастья», вот, ну и мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео, вот, это будет завтра, так что вам всего наилучшего, и до скорой встречи, друзья!